Мы сегодня продолжаем изучение методов агрегирующего прогнозирования, которое в предыдущих лекциях рассматривалось уже. Там были алгоритмы, которые, скажем так, не совсем то, что мы хотим. Качество прогноза там было поменьше или в два раза хуже, чем качество прогноза на лучшую эксперту. Нам же хочется, как-то, бить по качеству нехожих, наилучших экспертов. Вот сейчас я рассмотрю первый результат. То, что я расскажу, это будет называться алгоритм оптимального распределения потерь. Здесь распределение не совсем точно выражает смысл того, что делается. Продолжение следует... Оптимальна. Поставить эту штуку. Может, сам спереди. значит так продолжаем у нас тема значит алгоритма оптимального распределения потерь вот я хочу заранее предупредить что у нас сложность будет нарастать вот это хочется чтобы вы не пугались если что-то непонятно но вы как бы запишите какие-то рассуждения без детального понимания а потом я все то что рассказываю меня есть конспект вот я пришлю вам его на почту можно почитать конспект на самом деле здесь все просто то есть никакой сложной математики здесь нету вот и это все можно понять если соответствующим образом все это проработать итак значит я напомню что у нас есть эксперты которые имеют номера вот у нас здесь не та идея которая была в предыдущем алгоритме значит там мы должны были выдать прогноз там 0 или 1 здесь у нас идея такая значит у нас неважно что является результатом прогнозирования вот мы вот как в предыдущих сюжетах сначала делали прогноз его извиняюсь на сначала все эксперты нам предлагали какое-то свое решение мы из них создавали свое и потом стали известные потери которые понесли каждый из экспертов и которые понесли мы вот сейчас у нас просто упрощается ситуацию упрощается сейчас просто вот в каждый шаг принять решение мы решение принимаем в соответствии с решением какого-то эксперта и вот для каждого эксперта становятся известными его потери то есть эксперт сам принял решение известно какие потери он понес ну например решение может быть вот вкладывать деньги в какие-то акции и значит даже если если эксперт не покупает эти акции все равно становится известно сколько бы он потерь понес если бы он купил эти акции но мы реальные акции покупаем и мы несем реальные потери а вот но потери экспертов они могут быть такими виртуальными но тем не менее это те потери которые происходит с этим экспертом вот поскольку значит он принимает конкретное решение значит давайте мы ведем вот какое обозначение значит если у нас множество и состоит из он элементов то будем обозначать вот таким вот знаком и и треугольчик это симплекс значит то есть это совокупность всех таких векторов x1 и так далее xn вот что сумма их равна единице и все они больше либо равны нулю ведь это распределение на отрезки 01 или еще называют вероятностным распределением то есть дробление отрезка на n долек длина каждой дольки равна x этому вот хорошо значит теперь вот какое у нас будет обозначение еще значит если у нас есть вектор w он принадлежит давайте вот так вот обозначим rn а тут больше либо равно 0 это вектор с неотрицательными компонентами и их сумма возможно не равна единице значит мы будем обозначать норму от W значит это будет вектор так сейчас только я давайте вот у нас было понятие модуля вектора значит W1 делить на модуль W и так далее Wn делить на модуль W значит где модуль это сумма компонентов вектора W это нормализация вектора W то есть мы делим на такое число все его компоненты чтобы сумма того что получилось была равна единице вот понятно да то есть вот норма то есть нормированный W как раз принадлежит нашему множеству распределений так ну и значит еще вот какое будет у нас обозначение значит у нас имеется потери у каждого эксперта в момент времени t то есть происходит значит в каждый момент времени t от единицы до t большого следующая процедура мы определяем значит вектор Wt значит вектор Wt это нормализованный Wt вот и мы делаем следующую вещь значит с вероятностями которые определяются вот этим вектором мы определяем номер и того эксперта которому мы верим в настоящий момент то есть вот здесь давайте вот я на самом деле скажу немножко сейчас большую философию вот вопрос каким образом можно выбирать эксперта вот здесь предлагается нет не такой алгоритм который вы изучали раньше у вас было детерминированные правила принятия решения вот здесь вероятностные правила но вот значит вероятностные алгоритмы это такие алгоритмы в которых предусмотрено использование случайного выбора вот ну казалось бы зачем же так усложнять ситуацию вот не будет ли это нам запутывать вот оказывается что большинство алгоритмов прогнозирования они связаны с тем что мы генерируем что-то такое случайным образом в общем принимаем случайное решение вот почему не работают детерминированные подходы вот давайте я вам сейчас объясню на таком примере значит как бы можно было бы вот имеется допустим два эксперта значит и вот у них потери вот каким образом определены сейчас я например в другом тексте значит вот у экспертов вот имеется два эксперта то есть n равно 2 и вот у первого эксперта последовательность потерь которые он несет она имеет вот какой вид в первый момент он несет потерю а одна вторая следующий момент потеря 0 затем потеря 1 затем потеря 0 затем потеря 1 и так далее чередуется 0 и единица вот а у второго эксперта потери вот какие в первый момент потеря 0 во второй момент потеря 1 третий момент потери 0, 1 и так далее. Вот, значит, мы должны, вот мы ничего не знаем. Вот у нас, значит, первый момент, когда мы принимаем решение, ну, давайте будем считать, что, значит, там сначала известны потери, потом мы принимаем решение. Значит, вот мы давайте в первый момент решение какое-нибудь примем, когда мы этих потерь еще не знаем. Вот эти вот потери, 1, 2 и 0, они нам будут нужны, когда мы в следующий момент принимаем решение. Вот, и, значит, вот на втором этапе, на первом этапе мы случайным образом порождаем наш ответ, и мы, значит, какую-то потерю несем. Но на втором этапе мы принимаем решение, мы смотрим, первый эксперт сделал потерю 1, 2, а второй эксперт сделал потерю 0. Вот, и, значит, нам, как вот наше решение принять? Мы видим, что вроде второй как-то лучше принимает решение, чем первый. Поэтому, значит, во второй момент наш выбор – это то, за что будет голосовать второй эксперт. Да, то есть вот в следующий момент времени мы выбираем вот минимальную потерю кумулятивную на предыдущих шагах, это будет 1, 2, вот, и, значит, это будет 0. Вот, и мы тогда верим второму эксперту и несем ту же потерю, что несет и он. А это 1. То есть во второй момент наша потеря равна 1, ну, плюс ту потерю, которую мы понесли на первом шаге, мы не уточняем. Значит, вот, ну, вот, смотрите, значит, вот мы приняли решение такое же, как принял второй эксперт и несем ту же потерю, которую несет второй эксперт, то есть 1. Вот, теперь на третьем шаге мы должны спланировать наше решение. Мы смотрим, что у первого суммарной потери меньше. У первого одна вторая плюс 0, то есть одна вторая, а у второго потеря 0 плюс 1, то есть 1. То есть на третьем шаге мы, вот, по детерминированному алгоритму, мы принимаем то же самое решение, которое принимает первый эксперт. А он несет потерю 1, и, значит, мы на третьем шаге тоже несем потерю 1. Понятно, да? Вот. На четвертом шаге мы опять смотрим, кто из них лучше. У первого одна вторая, у второго единица. То есть второй эксперт суммарную потерю имеет меньше. Поэтому нам хочется опять следовать за ним. И, значит, вот мы принимаем то же самое решение, которое несет второй эксперт. И, значит, у нас потеря будет та же самая, что у него. Вот, значит, понятно, да, что на каждом шаге у нас будет метание постоянное, кого считать лучшим. Вот. Мы доверяемся лучшему, и именно этот лучший будет нести максимальную потерю. То есть, вот видите, у нас будут одни потери, а у них там будет в два раза меньше потерь, чем у нас. Вот. Это, в общем, нехорошо. И, в общем, это иллюстрация того, что обычные детерминированные алгоритмы прогнозирования, они, как правило, неэффективны. Я буду еще другие примеры приводить, что детерминированные алгоритмы – это плохо. Везде, где речь идет о риске, в алгоритмах должна быть заложена, как говорят, рандомность. То есть, мы должны делать, так сказать, подбрасывание монеты. Вот. У нас вот будет отдельный раздел. Это алгоритм следования за возмущенным лидером. Ну, то есть, вот там вот лидер – это тот, у которого суммарная потеря является наименьшей. И вот мы будем там в алгоритме менять подход, то есть, тоже будем лидера считать, но суммарным потерям мы будем прибавлять некоторую случайную величину, то есть, зашумлять. Вот. Когда вот мы будем выбирать лидера с зашумленными потерями, то окажется, что мы получим алгоритм, который будет гораздо более эффективным, то есть, по качеству он будет близок к оптимальному. Так. Ну, хорошо. Значит, таким образом, сейчас мы опять возвращаемся к нашему алгоритму. Значит, наш алгоритм рандомный или вероятностный. Значит, мы вот как работаем. Значит, выбираем… Идея в том, что мы в каждый такт принятия решения выбираем конкретного эксперта, за которым мы будем следовать. То есть, вот то решение, которое принял он, мы не уточняем, что это за решение. Там прогноз там какой-то или там какие-то действия. Просто делаем то же самое, что и он. И несем те же самые потери, которые несет он в текущий момент времени. Но как мы его выбираем, это вот я сейчас объясню. Значит, мы случайным образом, вот, ну, как я уже говорил, делим отрезок 0,1. Значит, делим мы не случайным образом, а четким образом, чтобы на дольки, чтобы длина первой дольки была равна pt1 и так далее, длина последней дольки равна ptn. И бросаем точку в этот отрезок случайно. Значит, есть функция fc, rent, да, которая случайным образом генерирует число. Вот. В какую дольку это число попало, тот эксперт для нас является актуальным. И мы принимаем решение, которое этот эксперт будет нести. Такая тряпка вот здесь, по-моему. Вот. Ну, хорошо. Значит, теперь вопрос. Ну, давайте, значит, да, вот мы это сделали. И что будем делать в следующий момент? Значит, вот мы помним, да, что мы, когда делаем свой выбор, вот, потери, которые несут другие эксперты, нам еще неизвестны. Если бы они были известны, мы бы просто взяли того, у которого потери наименьшие, а они становятся известны после того, как мы сделаем свой выбор. Значит, появляются потери после нашего выбора. Они обозначаются значками p и t. Это числа от нуля до единицы. Мы меняем, значит, веса. То есть, далее мы делаем следующую вещь. Наш алгоритм вот как устроен. Значит, для каждого i, для каждого i, его вес меняется. Значит, вес эксперта i в момент t плюс 1, он получается домножением веса эксперта i в момент времени t на такую величину, β в степени l и t. Значит, β – это параметр. Вот, он у нас от нуля до единицы. Значит, β принадлежит отрезку 0,1. И, значит, мы его можем как угодно выбирать. Вот. Ну, как бы мы его ни выбирали, в общем, вот схема алгоритма ясна. И мы, значит, вот вопрос, что можем доказать про такой алгоритм. Значит, то есть, каким бы алгоритм ни был, у нас возникает какая-то потеря. Но здесь, на самом деле, речь идет о средней потере. То есть, вот у нас, мы сами даже не знаем, что у нас выпадет. Вот. Разные реализации этого алгоритма дадут разные потери. И речь идет только о нашей средней потере. Средней, как говорят, кумулятивной потере. Ну, вот смотрите, значит, у нас на самом деле можно вести такое понятие, как средняя потеря в момент времени t. Это вероятность, это сумма по всем событиям. У нас получаются несовместные события, выбор первого эксперта, второго и так далее. Значит, вот сумма по всем событиям, вероятность наступления этого события, это p и t умножить на потерю, которую мы несем в случае, если мы выбрали этого эксперта. Вот эта вещь называется мат-ожиданием для тех, кто не знает теории вероятности. Был у вас мат-ожидание? Было? Отлично. Ну, а вы на каком курсе? Третий. И у вас теория вероятности читается на каком курсе? На втором, да? Ага. А что у вас там было вообще? Вот центральная предельная теорема у вас была? Ну, как здорово. Случайные блуждания, да, цепи Маркова были у вас? Вот для химиков как раз цепи Маркова – это основной хлеб, так сказать. И вообще для всех сейчас вот недостаточно. Ну, то есть вот есть учебники по машинам обучения, в которых это центральное понятие. Цепь Маркова, она называется немножко по-другому. Она называется Hidden Markov Model. Ну, в общем, это важно для таких ситуаций, в которых случайно какие-то возникают события. Там молекулы как-то реагируют друг с другом. Вот, в общем, ну, хорошо. Значит, таким образом вот эта сумма, я от единицы до н большого, это разумно считать нашей средней потерей. Да, то есть вот мы вот случайно выбираем, но вот все события, которые у нас есть, это выбор одного из экспертов. Значит, вероятность того, что мы выбрали эту эксперту, это пэтэ умножить на потерю, которую мы получили из-за этого выбора, Элиты. Это будет величина нашей потери вот в конкретной ситуации выбор нашего эксперта. Вот. Ну и просуммируют по всем событиям, они не совместны, поэтому вероятность их совместного наступления равна единице. Вот мат ожиданий, среднее значение потери. Ну что, значит, вот мы имеем среднюю потерю в момент времени Т, и мы имеем среднюю потерю за весь период наблюдения. Это мат ожиданий, ну или это сумма мат ожиданий потерь у всем экспертом. Наша потеря суммируется на каждом шагу. Так, и вот в прошлый раз я вам написал лему, которую сейчас еще раз напомню. Так, лему, покрутить не надо, все нормально. Вот, значит, лемма, которая утверждает, что вот эта средняя кумулятивная потеря, нас, она удовлетворяет вот какому неравенству. Значит, ЛТ, она, ну давайте, ЛТ уже написал, что это такое, поэтому просто неравенство. Логарифм вес, значит, модуль вектора Т плюс 1, он уже определён и дальше, там поправил. Вот, вот, меньше либо равен минус 1 минус бета на ЛТ. Вот, эта лемма, вы можете спросить, в чём её скрытый смысл. Я скажу, это не надо как-то думать. Она нуждается, то есть в ней мы нуждаемся для наших дальнейших рассуждений. Вот, у нас, я напомню, принцип такой, что ничто не должно быть без доказательства. То есть, вот все курсы машинного обучения, кроме моего, они содержат много утверждений, там примеры каких-то алгоритмов, там бустинги, там всякие. Вот у нас следующая тема тоже будет бустинг, и там все вот эти вот оценки на качество обучения в результате бустинга, они будут доказываться строгим образом. Это надо уметь делать для тех, кто собирается развивать какие-то свои собственные алгоритмы, да, то есть предложил какую-то там идею коррекции весов, а почему она хорошо будет работать, это надо доказывать формально. Значит так, вот мы ввели понятие, вот вектора, W, значит, определяли, ЛТ определили. Почему верно вот такое неравенство? Давайте мы их сейчас докажем. Значит, ну, мы его можем записать в эквивалентной форме. Значит, возведем обе части в степень Е, и тогда слева у нас будет вот это соотношение, вернее, понятие меньше либо равно Е в степени минус 1 минус бета на ЛТ. Вот мы докажем вот такое эквивалентное неравенство. Так, значит, мы давайте сейчас по определению напишем, вот какое свойство нашего вектора, W, T. Значит, это норма, ну, это норма или модуль вектора, значит, T плюс 1, вот где-то какой-то момент времени, мы знаем, как W и T плюс 1 определялся, вот его компоненты. Вот, и, значит, напишем, чему равна вот эта норма, значит, согласно определению, это сумма всех компонентов вектора, а компоненты, они имеют вот такой вид. Вот, и вот так вот и напишем, значит, W, T, I на, что там, бета, степени L и T, и от единицы до N. Вот, написали. Так, а теперь имеется вот такое свойство. Значит, вот эта самая бета в степени L и T, она меньше либо равна, значит, 1 минус 1 минус бета на L и T. Вот, почему верно такое неравенство, оно, вот, можно, значит, вот его переписать в такой форме, бета в степени X меньше либо равно 1 минус 1 минус бета умножить на X. Вот, откуда это следует? Ну, вот функция бета в степени X, когда бета меньше единицы, она ведет себя как-то вот так вот, да? Там, это понятно почему. Значит, показательная функция бета в степени X, вот, когда основание меньше единицы, если бы оно было больше единицы, то это было бы как экспонент, а когда меньше единицы, то это вот такой график. И, значит, вот у нас имеется такое, значит, качество. Вот, если мы, вот, возьмем абсциссу единицы, да, то ордината у нее будет бета. Вот, и, значит, вот если я соединил вот эти две точки прямой, то функция на вот этом промежутке, она будет лежать ниже прямой. Вот, ниже прямой, значит, для любого X, X у меня от нуля до единицы, бета в степени X, это вот эта вот точка графика, и она лежит ниже, значит, точки, которые напрямую, соединяющие две вот эти вот точки, вот, первая вот эта, вторая вот эта. Понятно, да, откуда они взялись? Первая это пересечение с осью Y, вторая это вот абсцисс, если единица, то ордината будет бета, бета в степени 1, это единица. Значит, осталось в уравнении прямой понять, ну, как она будет, значит, это будет, надо тангенс сосчитать, а тангенс это надо разделить, значит, вот это вот, если бета, вот этот отрезочек, то вот это вот будет 1 минус бета. Ну, вот, значит, тангенс это вот минус, потому что вниз идет 1 минус бета делить на 1, вот, и плюс 1, потому что у нас вот прямая проходит через единицу. Ну, все, значит, таким образом, вот бета в степени X, это ордината вот этой точки, а эта, это ордината вот этой точки. Так, всем ли это понятно? Поднимите руку, кому это непонятно. Ну, нарисуйте, думаю, вот, то есть, ну, это очевидно на самом деле. Значит, так, вот мы таким образом вот на графиках, рассуждая, доказали вот это неравенство, значит, верно то, что вот я написал. Да, ну, давайте тогда продолжим писать, где мы, а, пардон, пардон, меньше ли бравно. Заменим вот то, что я обвел кружочком на вот это выражение. Вот, ну, понятно, значит, там будет у вас W и T умножаться на единицу минус вот это произведение. Вот, значит, раскроем скобки по дистрибутивности и получим, значит, сумма W и T умножить на 1 минус 1 минус бета сумма по И, W и T умножить на L и T, да. Вот, так, вот это нам не нужно. Так, теперь мы давайте вспомним, что это есть норма вектора W и T, А, W и T, вот, а эта сумма, значит, что такое W и T? Это ненормированный коэффициент, ну, точнее говоря, вот, как определяется P и P, T? Это нормализованный W и T. Вот, поэтому у нас вот это W и T, это, значит, P и T умножить на норму W и T, да. То есть коэффициенты P – это коэффициенты W, деленные на норму этого вектора. Так, ну и все, значит, вот смотрите, у нас W – это здесь и здесь, он выходит за скобку. Вот, и остается что-то вполне приличное. Сейчас, 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 я вот это стираю. Так, это я тоже стираю. Вот, остается у нас вполне, значит, вот что. Значит, вот W и T здесь и здесь выходит за скобку. Значит, я пишу равно W и T умножить мы его на 1 минус, что там останется, 1 минус бета, и умножается вот на эту сумму, извиняюсь, умножается на сумму P и T умножить на L и T, а это не что иное, как вот эта вот самая сумма, это P и T. Просто, значит, вот получили такое положение. Так, теперь я хочу опять, значит, вот я, давайте вам еще одно неравенство. Так, ну, приходится мне все здесь рисовать, извините, те, кто там сидит. Значит, вот функция E в степени X, А вот прямая, которая ее касается в точке 0, абсцесса 0. Да, значит, вот вся функция E в степени X лежит выше, чем прямая X плюс 1. То есть, вот есть такое неравенство, E в степени X больше либо равно X плюс 1. Вот, хорошо. Ну, и здесь может быть и минус. В общем, вот, если здесь я напишу минус X, то здесь то же самое будет вот такое вот выражение. Верно? Вот, смотрите, значит, здесь в правой части 1 минус X. А давайте вот у нас X будет вот это вот выражение. Значит, вот 1 минус X будет меньше либо равно E в степени минус X. Вот, поэтому я могу написать, меньше либо равно, я, вот, видите, неравенство здесь меньше либо равно было, и здесь оно у меня продолжается. Значит, меньше либо равно норму W опять-то умножить на E в степени минус X. Вот, хорошо, как. На E в степени минус 1 минус β умножить на LT. Вот, все хорошо. Так, так, ну что. Ну, вот, значит, смотрите теперь, с чем мы начали и чем мы кончили. Начали мы вот и кончили мы вот. Вот, вот, теперь давайте напишем все T большие таких неравенств и умножим их по члену друг на друга. Да? Значит, у нас еще, я напомню, W1 это вектор, который, ну, будем считать, он, значит, состоит из одних... Сейчас, он состоит из членов 1 делить на n. В общем, норма W1 равна единице. Мы можем выбрать самый первый вектор, с которым мы начинаем, как равномерное распределение. Вот, все эти числа в нем равны одному и тому же числу, единица делить на n большое. Вот, значит, мы умножим по члену. Да, ну, все-таки, знаете что, давайте я что-то здесь сотру. Ну, все, вот, все это уже запомнили. Вот, и я дальше буду продолжать рассуждение, значит, с этого места. Так, значит, мы когда все перемножим... Ну, давайте я напишу, значит, W1 меньше либо равно... Вот, W2... Нет, тут у меня W2 будет. Для T равно 1, левая часть W2 меньше либо равно W1 умножить на е в степени минус 1 минус бета L1. Так, дальше W3 меньше либо равно W2. Это я то же самое неравенство для T, равного 2, пишу. Вот, умножить на е в степени минус 1 минус бета L2. И так далее. Самое последнее будет WT плюс 1. Так, ну, тут векторы, ладно, я давайте их тоже буду писать. Меньше либо равно WT умножить на е в степени минус 1 минус бета LT. Вот, и все это перемножим, значит, вот у нас будет чик-чик, чик-чик и так далее. Это равно единице, поэтому тоже мы ее можем сократить. Остается единственное вот это. Вот, а тут будет у нас произведение всех этих экспонентов. Ну, это будет е в степени сумма показателей их, да. А сумма показателей, это будет вот как раз общая кумулятивная потеря. Там 1 минус бета выйдет за скобку с минусом. И останется у нас кумулятивная потеря, то есть сумма всех этих потерь на каждом шаге. Вот, ну, то есть, вот, то, что мы хотели доказать, вот мы и получили. Слева WT плюс 1, а справа е в степени минус 1 минус бета умножить на кумулятивную потерю. Так, хорошо, значит, вот мы доказали нашу лему. Ну, так, сейчас я все рассуждения стираю. Значит, вот тем, кто это считает сложно, я хочу предупредить, что это очень простые рассуждения. Значит, то, что будет дальше, будет... Да, сложно. Еще раз. А мы его определили как одинаковые компоненты. Ну, сумма их равна единице, да? На самом деле, неважно, одинаковая или же бы сумма была равна единице, мы больше ничего не требуем здесь. Ну, то есть, мы так устанавливаем первое приближение, то есть, первый вектор весов, как одинаковые числа, которые в сумме дадут единицу. Так, значит, теперь у нас... Давайте напомню, что мы доказываем. Значит, мы доказываем утверждение... Нет, пока нет, подождите-ка. Сейчас мы просто рассуждаем. Вот, так, значит, у нас было утверждение в Лемме. Вот оно. Вот так, я тут еще сотру сейчас. Эквивалентную запись. Вот. Вот утверждение в Лемме. Значит, я хочу сейчас его переписать. Я... Вот, что напишу. ЛТ. Так, значит, ЛТ. Меньше либо равен. Ну вот, я разделю на минус один минус бета. И тогда у меня знак неравенства поменяется на противоположный. То есть, вот это отрицательное число. Я на него разделю левую часть и правую часть. Значит, будет в правой части минус один делить на один минус бета. Логарифм норма WT плюс один. Так, вот это вот я сделал. Значит, теперь я возьму любой элемент множества... Множество экспертов. Один, так далее, n. Вот, понятно, что каждый компонент вектора WT плюс один меньше либо равна его норме. Да, то есть слагаемое меньше либо равно суммы всех слагаемых. Значит, у меня будет вот такое неравенство. WT и WT плюс один меньше либо равно сумме всех компонентов, в котором левая часть – это одно из слагаемых. Вот, написали, да? Поэтому, значит, если это так, то тогда верно вот какое неравенство. Минус единица делить на один минус бета умножить на логарифм. Логарифм WT плюс один меньше либо равна минус единица делить на один минус бета логарифм WT плюс один. Вот, да, то есть мы... Если вот у нас, значит, здесь Х, да, вот функция логарифм монотонная. Монотонная возрастает. Вот, поэтому, значит, вот это больше либо равно, чем вот это. Значит, если мы на отрицательную величину умножим обе части, тогда знак неравенства будет противоположный, да? Значит, вот это больше либо равно, чем вот это. Поэтому, если на отрицательное число умножим, тогда то, что получится, будет меньше либо равно правой части. Вопросы? Все отлично. Итак, значит, вот у нас имеется такое неравенство. Я сейчас буду технически такие выкладки делать. Так, давайте сейчас мы еще теперь посмотрим. Значит, вот у нас я уже стер, как мы преобразуем веса. Ну, вы помните это, да? W и Т плюс один. Это W и Т умножить на бета в степени минус Л и Т. Вот. Значит, вот поскольку это так, то тогда... Вот смотрите, на самом деле вот у нас все веса получается домножением бета в степени потери. Поэтому, если мы вот тут напишем 2, то это будет вот тут вот 1 умножить на вот это. Вот, да? Вот. Потом W3 это то, что W2 умножить на бета в степени минус Л и 2. Так? Ну, минус так определенного правила изменения весов. Значит, таким образом переход к следующим весам это домножение на бета в степени минус текущая потеря. Вот. И поэтому понятно, что W и Т плюс один это W и 1 умножить на произведение всех этих бета. Да? То есть это бета в степени минус сумма потерь. Или минус Л и Т. Вот что у нас на самом деле будет. Вот. Хорошо. Хорошо. Так, знаете что? У меня в записях имеется некоторая несуразность. У меня бета на бета в степени просто Л и Т. А как мы это определяли, боже ты мой. Так, это вы сказали про минус, да? Никакого минуса. Нет. Ну, в общем так. Так, мы домножаем на бета в степени потери. Да, неправильно я сказал. Так, вот с этим согласны, да? Так, с этим согласны. И, значит, вот мы вспомнили, что самый первый вектор W1, он имеет вот такой вот вид. Это одни и те же числа, и он нормализованный. Вот. Значит, у нас бета, вот, W1 равно 1 9 на n. Вот, поэтому верна вот такая вот запись. Так, хорошо. Значит, так, и вот теперь смотрите у нас, что там было. Так, вот у нас вот W и T плюс 1 равен тому, что здесь написано. И вот ровно это выражение мы сейчас вместо W и T плюс 1 напишем. Значит, у нас там будет единица делить на n на бета в степени l и t. Так, хорошо. Ну, теперь мы знаем, что логарифм произведения – это сумма логарифмов. То есть вот это выражение, оно равно логарифму 1 9 на n плюс логарифм бета в степени l и t. Так, ну и, значит, вот это выражение. Показатель переходит, значит, в множитель, то есть l и t можно написать вот сюда. Так. Да, и все это, это есть только то, что я ввел другой, поэтому здесь, в общем, множитель еще минус 1 на 1 минус бета. Так, а теперь смотрите, значит, что у нас слева и что у нас справа. Значит, у нас слева l, t. А справа, вот мы, значит, вот увеличиваем, мы... Так, вот справа мы... Так, что-то я забыл, у нас, значит, множитель... Вот правую часть, вот мы ее написали, и мы ее сверху оценили. Значит, поэтому итог наш такой l, t меньше либо равно минус 1 делить на 1 минус бета умножить на логарифм 1n плюс l и t на логарифм бета. Вот, но минусы пусть вас не смущает, потому что логарифм бета – это тоже меньше нуля. Вот, бета-то же у нас меньше единицы, поэтому логарифм бета меньше нуля. В общем, здесь эти минусы, на самом деле, они друг на друга дадут плюс. Так, и вот смотрите, значит, вот это неравенство верно для каждого i. Мы выбирали произвольный элемент i, и какой бы мы элемент не выбрали, значит, станет верно вот это вот неравенство. Вот, ну, тогда будет, значит, давайте еще раз, вот я скажу, что вот здесь минус 1 минус, минус вот эту дробь умножить на вот это, это будет положительное число, и здесь тоже будет положительное число, потому что логарифм бета меньше нуля. Значит, если для каждого i это неравенство верно, то оно верно для такого i, вот для такой i, для которого вот то, что я ввел, имеет наименьшее значение. Вот, значит, поэтому мы можем тогда сказать, что вот отсюда следует, что lt меньше либо равно минус 1 делить на 1 минус бета умножить на этот множитель, умножить на вот это слагаемое, плюс минимум по всем i из множества экспертов, l и t, то есть потеря наилучшего эксперта. Вот, здесь минимум, это потеря наилучшего эксперта. Вот, почему можно написать минимум, потому что для любого i верно вот это неравенство. Вот, и умножить на логарифм бета. Сейчас мы скобочкой заключим. Вот, и все это в скобочках. Так, вот очень хорошо. Вот мы получили, значит, сравнение с таким, значит, это вот то, что мы уже получали в предыдущих алгоритмах. Слева наши потери, точнее говоря, наши средние потери, а справа потеря наилучшего эксперта. Ну, она домножается на какую-то нехорошую константу. Логарифм бета и еще умножить на минус дробь. 1 делить на 1 минус бета. Вот, мы уже, как бы, знаем, что не всегда эта штука близка к единице. Вот, вопрос, что же нам делать? Что же нам делать? Ну, так, вот я, на самом деле, вот то, что здесь написал, это, так сказать, наша следующая теорема. Я ее не называл словом теорема, но, в общем, вот, там для красоты надо еще преобразоваться. Там в правой части надо, значит, написать вот это, вот это. Минимальные потери наилучшего эксперта умножить на константу. Логарифм бета делить на минус вот, вот, вот эта дробь. И плюс еще вот этот вот регрет, который равен константе тоже. Вот, ну, в общем, вот наша константа, которая качество нашего процесса агрегирования, вот давайте, я сейчас и выпишу еще раз, логарифм бета делить на 1 минус бета. Вот, это константа, на которую умножается потеря наилучшего эксперта. Нас интересует, можно ли выбрать такое бета, чтобы вот эта штука была равна единице. Ну, вообще, вот, приравнять, если получим или для, то есть решить уравнение. Вот эта штука равна единице. Получится какой-нибудь хороший бета? То есть, логарифм бета равна минус, или там как, бета минус 1, да? Так, логарифм бета, она бета минус 1. Так, что-то у нас там получается, что тогда бета равна единица, а так нельзя, да? Вот, ну, хорошо. Значит, вот мы, значит, будем создавать сейчас такой подбор параметров, чтобы все-таки у нас там было единица, коэффициент при вот этом вот, значит, при потере наилучшего эксперта. Мы будем делать немножко по-другому сейчас. Так, сейчас вот будет такой хардкор некоторый. Значит, значит, сейчас будет теорема новая. Основная теорема этой лекции. Значит, мы, значит, если в качестве бета мы выберем такое число, значит, дробь единица делить на 1 плюс корень из 2 деленного на t делить на логарифм n. Вот. Вот, если бета равна вот такому значению, то когда l, t, это наши потери, наши средние матматы ожидания наших потерь, оно будет меньше либо равно минимуму по 7i из множества экспертов, l и t, вот это уже хорошо, наш алгоритм, он не хуже наилучшего эксперта, плюс корень из 2t логарифм n и плюс еще логарифм n. Вот это вот то, что мы называем словом regret. Вот, это очень хорошая оценка. То есть, если мы разделим обе части на t большое, то слева это наши средние потери за один шаг, а справа средние потери наилучшего эксперта за один шаг, плюс что-то стремящееся к нулю. Да, корень из t делить на t стремится к нулю, и константа на t тоже стремится к нулю. Это хорошая оценка, но, как я уже говорил, мы не всегда можем измерять качество эксперта, его средней его потери. То есть, эксперты по качеству, если рассматриваются как те, ну, в смысле, качество эксперта – это значение его суммарной потери, l и t. Тогда вот можно так удовольствоваться таким, так сказать, способом прогнозирования. А если по-другому определить качество эксперта, ну, то есть, вот там, может быть, его средней потери за тот период наблюдения, где он давал наименьшее количество ошибок. Вот, то, наверное, все надо радикально менять. В общем, вот я вам тут вот как бы предлагаю решение какой-то задачи, где мы качество эксперта измеряем его средней потери. А если по-другому определим качество эксперта, ну, то есть, например, наилучший какой-то кусок из его предсказаний, ну, то есть, сначала он плохо работал, потом научился, стал работать хорошо, вот, то, значит, вот это вот уже по-другому совершенно надо искать оценки, никто из них в мире сейчас не умеет считать. Ну, давайте хоть такую оценку докажем. Значит, у нас имеется… Значит, давайте мы сейчас докажем вспомогательное утверждение. Значит, пусть… Значит, это вспомогательное утверждение, но это, давайте, не лемма, а просто утверждение. Значит, пусть… Имеется числа L, L' R, R' Вот такие числа, значит, которые обладают следующими свойствами. L' больше L больше либо равно нуля, и R' больше нуля, вот здесь больше нуля, вот. И, кроме того, число бета выбирается вот с каким свойством. Единицы делить на 1 плюс корень из 2 делить на L' делить на R' L'. Значит, пусть вот имеются такие числа, и бета мы определяем как вот такое вот число. Понятно, что оно будет в промежутке от нуля до единицы. Значит, тогда верно вот какое неравенство. Тогда у вас будет единица делить на 1 минус бета. Логарифм 1 бета и умножается на L. Плюс 1 делить на 1 минус бета и умножается на R. Меньше либо равно R, L плюс корень из 2L' R' вот, и плюс еще R большое. Так, вот эта лемма, она такая вот формальная. То есть, пусть заданы такие числа, тогда верно вот такое неравенство. Вот. Ну, давайте, значит, мы сейчас ее докажем. Значит, мы давайте выберем, значит, доказательство. Сейчас сделаем доказательство. Значит, я обозначу буквой сигма вот такое число. Корень из 2R' делить на L'. Так, ну, на самом деле, вот я могу, конечно, сейчас уже вывести то утверждение, которое я хочу доказать, из вот этого вспомогательного утверждения. Значит, вот давайте действительно, значит, сейчас вот... Пусть мы это утверждение доказали. Значит, у нас там, значит, если мы возьмем в качестве L, значит, доказательство теоремы, я сейчас... Доказательство теоремы. Значит, давайте в качестве L мы возьмем минимум OI, L и T, то есть потеря наилучшего эксперта, вот, L' равно T. У нас будет L' больше L? Ну, вообще, оно будет больше либо равно. Ну, давайте, у нас будет больше, потому что потери все, они меньше единицы по определению. И у нас вот этот самый минимум, это сумма чисел в количестве... Ой, да. Вот каждый L и T, это сумма T штук чисел, каждый из которых меньше единицы. Вот, это меньше, чем сумма единиц в таком же количестве. То есть это сумма T единиц, а это сумма чисел, каждый из которых меньше единицы, их T штук. Поэтому для каждого i вот это число будет меньше, чем t. Для слагаемых каждое меньше единицы. Значит, у нас будет верно l' больше l. И кроме того, r' будет равно r' равно логарифм n. Ну, мы так хотим. Подождите-ка, у меня что-то я не так написал. Так, r' больше либо равно r. Вот, хорошо. Значит, вот тогда у нас, если мы подставим в наше утверждение, да, а β, так, в качестве β мы возьмем то, что полагается здесь. То есть, вместо l' если подставим t большое, вместо r' подставим логарифм n, то как раз ровно вот то самое β у нас и получится. Вот, тогда у нас будет вот какое соотношение. Значит, вот... Давайте вот я этот самый минимум буду обозначать квадратиком. Вот, и здесь тоже квадратиком. Вот, это у нас l. Да? Значит, вот если мы будем применять наше утверждение к вот так определенному l' r', я утверждаю, что мы как раз получим утверждение нашей теоремы. Вот, ну, давайте попробуем действительно его получить. Значит, значит, вот, 1 делить на 1 минус β умножать, да, на логарифм 1 β l, а l это наш квадратик, вот, плюс 1 делить на 1 минус β r, а это логарифм n, вот, меньше либо равно наш квадратик l, да, плюс корень из 2 l', то есть t r', это логарифм n, плюс r, плюс логарифм n. Значит, вот что мы получим из нашей леммы, вот из этого утверждения, и вопрос, как там, значит, дальше нам быть. Ну, вот, смотрите, значит, мы доказали вот эту оценку, да? Вот lt меньше либо равно, вот. Значит, так, ну давайте мы совместим как-то обе части. Значит, мы, во-первых, заметим, что вот это просто правая часть вот нашего основного утверждения. Вот, поэтому мы должны доказать, что lt, вот, lt меньше либо равно вот этой вот левой части этого неравенства, да? Вот, хорошо. Значит, ну мы знаем, что lt меньше либо равно вот этого выражения. Так, что-то я уже начинаю себя не очень комфортно чувствовать, потому что много надо здесь одновременно принимать во внимание величин. Значит, так, еще раз. Значит, вот, нам надо, вот, из того, что мы доказали, вот это, да, вот, надо, вот, взять правую часть, вот, lt меньше либо равно вот этого выражения. Надо доказать, что все вот это выражение меньше либо равно вот этого выражения. Вот, понятно, да? Так, сейчас вы следите, да? Все понятно. Ну, вот, то есть, вот, смотрите, вот, значит, lt меньше либо равно вот этого. Если мы докажем, что оно у нас будет меньше либо равно вот этого, то все доказано. Так, будет ли это так? Так, ну, давайте здесь тоже квадратик нарисуем. Ну, и давайте я это еще раз перепишу. Минус единица делить на 1 минус бета умножить на логарифм 1n плюс квадратик умножить на логарифм бета. Так, и давайте будем, да, и вот здесь мы вот досюда. Вот, смотрим. Так, что здесь, чем можно сократить? Значит, вот здесь минус, так, только там, да, вот смотрите, логарифм 1n, это минус логарифм n, да? Поэтому здесь мы пишем минус логарифм n. Вот, минус на минус это плюс. Значит, здесь логарифм n делить на 1 минус бета, и здесь есть логарифм n делить на 1 минус бета. Вот, мы их сокращаем успешно. Так, и осталось у нас, значит, опять здесь логарифм единица делить на бета, это минус логарифм бета. Вот, хорошо. Ну, и все сокращается, то есть вот тут минус. Дробь, значит, ну, в общем, вот левая часть, это квадратик умножить на логарифм бета умножить на минус 1 дробь. 1 делить на 1 минус бета, и здесь то же самое. Квадратик умножить на логарифм бета и умножить на та же самая дробь. Все отлично. Так, ну вот, значит, я доказал таким образом, что из того утверждения, которое я сейчас вам должен доказать, так, хватит ли, должно хватить времени, вот, из этого утверждения следует то, что я должен доказать. Так, есть ли вопросы сейчас по тому, что я делал? Ну, здесь надо было вот правую часть вот этого неравенства, которое мы уже доказали, написать, что оно меньше либо равно, левой части неравенства, которое вот является частным случаем вот этого, когда мы вместо или штрих, или штрих, или штрих, подставим то, что мы там написали. Ну, все, значит, вот мы таким образом из нашего утверждения вывели желаемую оценку. Ну, так, сейчас мы только должны, все, вот это я стираю, вот теорему я доказал, и все сводится к доказательству интересующего меня утверждения. Вот, но у меня все-таки не покидает ощущение, что сложно как-то оно доказывается. Может быть, кто-то придумает более простое доказательство, я буду очень рад. Так, значит, вот все, вот утверждение на доске у меня. И на самом деле давайте я все, кроме него, сотру. Вот, и сейчас то, что осталось, это мы сейчас докажем. Так, 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 и теорему мы тоже, мы ее уже доказали, как следствие той леммы, вот которая сейчас осталась на доске. Так, значит, я обознаю, я вот какое неравенство хочу сначала написать. Логарифм единица делить на бета меньше либо равно 1 минус бета квадрат делить на 2 бета. Вот, оно верно, когда бета от нуля до единицы. Вот. Как его доказать? Это общее утверждение из матанализа. Значит, ну, доказывается оно таким немножко хитрым образом. Значит, ну, можно, наверное, и в ряд Тейлора разложить. В ряд Тейлора там будут чередоваться положительные отрицательные слагаемые. В общем, вот смотрите, вот давайте мы рассмотрим вот какую функцию. Вот сделаем функцию такую 1 минус бета квадрат делить на 2 бета минус логарифм единицы делить на бета. Вот мы так можем написать и производную взять. Ну, вы все это сделать сможете. Давайте, я этого делать не буду, я просто напишу ответ. Чему равна производная вот этой функции от бета? Она равна минус бета минус 1 квадрате. Так, для вас домашнее задание доказать, что производная действительно имеет вот такой вид. Вот, значит, делятся квадраты, они положительные, поэтому производная будет всегда меньше нуля. Вот, когда бы этот... Так, производная, да, там, значит, функция, значит, она по нуле не определена. Вот, функция меньше нуля. А теперь смотрите, чему равна вот эта вот f от бета равно вот этому выражению. Значит, f от единицы, если подставить единицу, у нас здесь будет 1 делить... 1 минус 1 это 0, и логарифм единицы тоже 0, поэтому это равно нулю. Вот, и, значит, теперь мы вот как рассуждаем. Пусть вот это неравенство в какой-то точке бета неверно. Значит, тогда у нас вот значение там больше, да, и вот, если оно неверно, то есть тут больше, да, тогда вот эта вот функция, она меньше нуля в какой-то точке бета будет. Вот, ну, если функция, значит, вот смотрите, давайте я нарисую. Вот, в единице она 0, производная ее везде меньше нуля, а функция в какой-то точке больше нуля. Извиняюсь, функция в какой-то точке вот это вот, так, меньше нуля, да. Вот, если функция в какой-то промежуточной точке меньше нуля, как называется эта теорема-то, Лагранжа или кого там? В общем, вот функция дифференцируемая, значит, в какой-то промежуточной точке ее значение равно разности ординат минус разность абсцисс. Помните эту теорему, да? Матанализ, первый курс. Теорема Лагранжа, да, значит, f' от какой-то промежуточной точки равно f от b минус f от а делить на b минус а. Вот, это следует из теоремы Ролли. Вот, короче говоря, если бы в какой-то точке вот это неравенство нарушалось, то такая функция была бы меньше нуля, и, значит, вот в какой-то точке производная ее была бы больше нуля, потому что производная, она будет у вас отношение двух положительных чисел. Теорема Лагранжа. Вот, и мы бы получили противоречие. Так, все. Так, значит, мы доказали, что верно вот это неравенство в каждой точке бета. Вот, и теперь давайте будем сейчас применять это при любом... от нуля до единицы. Да, настолько такие, по предположению. Так, хорошо, значит, мы неравенство доказали. Мы его сейчас будем использовать. Так, давайте теперь напишем вот левую часть того, что мы доказываем. Ну вот я буду левую, вот после слова «тогда» неравенство там левая часть и правая часть. Да, вот левая часть этого неравенства, она, значит, у нас там содержится вот это выражение. Логарифм бета делить на ху-ху-ху. Значит так, вот она меньше либо равна 1 плюс бета делить на 2 бета L плюс единица делить на 1 минус бета R. Так, это верно. Я заменил логарифм единица делить на бета на более... вот по этому неравенству, значит, это будет 1 минус бета в квадрате, но это 1 плюс бета умножить на 1 минус бета. Он сокращается с вот этим вот 1 минус бета. Так, давайте еще раз, что я сделал. Я вот этот логарифм заменил на то, что в правой части здесь, и сократил, разложил на множители разность квадратов и сократил на 1 минус бета в знаменателе вот этом. Вот, да, поэтому осталось у меня... Тут 1 плюс бета останется, а тут 2 бета останется, как и было. Вот, и умножается эта штука на L. Вот, умножилось, и плюс то, что там осталось, 1 делить на 1 минус бета R. Так, теперь, значит, я здесь сейчас преобразую немножечко. Так, это равно... вот эту дробь я напишу вот в каком виде. Значит, 1 вторая умножается на 1 делить на бета плюс 1. Ну, или вот 1 плюс 1 делить на бета. Вот, сделаю такую замену, значит, плюс то, что и было. Так, теперь, значит, вот я напишу вот что. Значит, теперь вот надо смотреть на мои обозначения. Давайте я напишу то, что там будет. Значит, значит, L плюс 1 вторая L сигма плюс 1 делить на 1 минус 1 делить на 1 плюс сигма. И все это умножается на R. Так, ну, надо вспомнить, как мы определяли сигму. Ну, вот сигму мы вот так вот определяли. Так, и там еще у нас бета имела вот такой вот вид. Да. Так, знаете что, вот я сейчас просто рассчитываю так, чтобы мне... Ну, ладно, значит, так, давайте мы сейчас с вами вот это мы должны проверить. Вот, ну, то есть я утверждаю, что если сигму, вот, которую я написал, мы подставим, вернее так, вот напишем сюда сигму и вспомним, как у нас бета определялось, то тогда все сойдется. Вот. Ну, допустим, это все сошлось, поэтому давайте мы сейчас дальше... Так, вот я еще утверждаю, что вот этот множитель, он равен 1 минус... Да, вот, он равен 1 плюс 1 делить на сигма. Вот. Вот чему равен этот множитель, это мы тоже должны доказать, и это будет верно. Значит, ну и, значит, если у нас вот мы докажем это соотношение, тогда у нас будет, значит, вот этот L останется... Так, сейчас давайте вот так напишу, L плюс корень из L' R' пополам плюс R плюс R делить на сигма. Вот. Так, это мы тоже должны обосновать. Вот, давайте сейчас сколько времени останется, столько будем обосновывать. Вот. И как раз вот то, что мы здесь напишем, я утверждаю, что это будет меньше либо равно правой части. Так, ну, действительно, значит, L плюс корень, L' R' пополам, так, плюс R, и еще плюс корень из R делить на сигму у нас будет. Фу-фу-фу-фу. Так, а это откуда, собственно? Ну, сигму мы, значит, вот возьмем... Так, сейчас. Там L плюс R плюс 2 корень из L' R'. Так, значит, вот у нас тогда вот это плюс вот это должно быть меньше либо равно корень из 2 L' R'. Ну, давайте тогда так и напишем. Значит, корень из L' R' пополам. То есть вот это слагаемое плюс вот это слагаемое, а его мы можем заменить на R' делить на сигму. Вот, потому что R меньше либо равно R'. Значит, R' делить на сигма. Сигма у нас вот, делить на корень из 2 R' делить на L'. Фух, так, значит, корень из R' мы один сократим здесь, и тут тогда напишем корень. Здесь корень из L' выходит в числитель. Так, корень из 2 и корень из 2. Ну, в общем, так. Здесь будет та же самая дробь, корень из... Это делить на 2, да? Вот, дробь плюс такая же дробь, это будет 2 умножить на вот этот корень, или, значит, сократим здесь, а тут будет корень, и тут как раз будет корень из 2 L' R'. Все, значит, я обосновал, что действительно из вот этого выражения следует правая часть, вернее, оно, извиняюсь, меньше либо равно правой части, и осталось у меня два хвоста, значит, это вот это неравенство и вот это равенство. Ну, в общем, из определения, значит, поверьте, что я это проверял, все сходилось нормально, собственно, можно мне на этом бы и закончить, и сказать, что детали доделаете дома. Ну, значит, у нас времени еще есть примерно 10 минут, давайте я сейчас это докажу. Так, значит, ну, начнем с чего? Наверное, с вот этого. Так, вот давайте, вот то, что это равно вот этому, это верно или нет? Ну, давайте, значит, там будет у вас сигма плюс 1 делить на сигма, вот, это будет сигма плюс 1 делить на сигма, равно ли это вот этому выражению, то есть, ну, давайте, две дроби равны, если числите летой на знаменате летой, равно вот так, то есть, сигма плюс 1 умножить на 1 минус 1 делить на сигму плюс 1, равно ли это сигме? Сигма это вот, сигма умножить на 1. Ну, равно, конечно, потому что здесь сигма плюс 1 минус 1, да? Минус 1 это равно сигме. Значит, вот это мы доказали, неравенство, вот, равенство. Так, значит, ну, то есть, мы здесь можем просто написать это равно, чему там еще раз, единица плюс 1 сигма. Так, значит, осталось нам неравенство, и равенство доказать. Фух, так, 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 так. Ну, давайте вот с неравенства начнем. Значит, вот тут L и тут L. Вот, L сигма. Ху-ху-ху. А, там R. Вот это же у нас равно 1 плюс 1 сигмовый, да? Поэтому, значит, вот R. И вот 1 сигмовый умножить на вот этот R у нас будет сокращаться. Вот, и, значит, у нас останется слева. Слева у нас будет 1 вторая L сигма плюс 1 сигмовый на R. Это меньше либо равно, чем вот это вот выражение, да? Значит, ну вот 1 сигмовый на R здесь уже есть. Вот, поэтому ее здесь можно не писать. А останется корень из L' R' пополам. Так, так, ну что. И мы знаем, что сигма равно корень из 2R' делить на R' штрих, корень из 2L' штрих, R' только, делить на R' штрих. Правильно? Вот, хорошо. Так. Ну, опять у нас здесь будет сокращение. Вот, 1 вторая и 2, это будет единственный на корень из 2, с вот этим сокращается. Так, подождите-ка, что-то я тут L' надо было написать, да? Ну и вот, и у нас останется L. Так, эти R' с этими R' тоже сократится. И у нас будет L меньше либо равно корень из L' умножить на корень из L' или просто L' и это будет верно, потому что L' больше, чем L' больше L'. Все отлично. Так, и, значит, таким образом здесь мы разобрались. Осталось последнее вот это вот неравенство. Ну, давайте, если получится хорошо, если не получится, дома сами докажете. Так, я вот это теперь все сотру. Так, и это я тоже сотру. Так, значит, есть у нас левая часть. Так, давайте мы сейчас вот сократим, что возможно. Значит, у нас там будет, так, 1 вторая, L. Фу-фу-фу. Так, знаете что, мне кажется, здесь надо просто коэффициенты. Здесь коэффициент умножить на L плюс какой-то коэффициент умножить на R. Здесь тоже коэффициент умножить, вот, L умножается на что-то, вот, коэффициент будет 1 плюс 1 вторая сигма. И, чего? Ну, вот я ровно это сейчас и сделаю. Вот тут у нас сигма, там L в знаменателе, а здесь R у нас. Так, и что получится? Так, давайте, подскажите мне, потому что я уже... Так, знаете что, во-первых, давайте я напишу для коэффициентов. Значит, и так, здесь у нас при L коэффициент 1 вторая умножить на 1 плюс 1 бета. Так, а при R коэффициент единица делить на 1 минус бета, да? Вот, значит, коэффициент при L здесь, это 1 плюс 1 вторая умножить на сигма. Так, 1 плюс сигма пополам. Так, 1 плюс сигма пополам. А здесь коэффициент при R, вот, как написано, 1 делить на 1 минус 1 делить на 1 плюс сигма. Так, и что там будет? Сигма через бета, как выражается? Так, да. Так, бета равно чему 1 делить на 1 плюс что? А это именно сигма, да? Ну, смотрите-ка, здесь 2 при R штрих. Так, чего? Здесь 2 при... А, да-да-да, все, да, это деление. Так, 2, да, правильно, совершенно верно, да. Так, ну, все, значит, единица, вот эта штука, 1 бета, это будет 1 плюс сигма, получается, да? Так, ну, что-то как-то... У нас будет равенство. Так, подождите-ка, здесь у вас будет сигма пополам, и здесь сигма пополам, да? Здесь будет 1, и здесь будет 1. Все, здесь равенство будет так. Так, бета единица делить на 1 плюс сигма. Ну, да, разумеется. Вот, если бета равно единица делить на 1 плюс сигма, тогда вот это бета... Все, слава богу. Так, ну все, я счастлив, что все получилось. Все, на этом заканчиваем. Спасибо за внимание. Хорошо.